Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» о ситуации на дорогах области. Будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и готовьте ваши вопросы. Руслан Артурович Колесников. Начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облсполкома. Родился в 1984 году в Праге. В 2003 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. В 2008 факультет транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета. Службу в госавтоинспекции начал в 2009 году инспектором ДПС отдела ГАИ Реческого райисполкома. С 2009 по 2012 год занимал должность инженера межрайонного отдела организации дорожного движения в областной госавтоинспекции. На нынешней должности с декабря 2012 года. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340 043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер телефона плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Руслан Артурович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Скажите, пожалуйста, а какой у вас водительский стаж? Мой водительский стаж составляет 15 лет. Во сколько право получили? 18. Сразу же. Всегда знали, что будете автолюбителем. Это была моя из таких детских мечт. Я хотел получить водительское удостоверение, чтобы управлять транспортным средством. Ну и поэтому на сегодня стаж уже у вас такой достаточно внушительный. Скажите честно, правила дорожного движения всегда соблюдаете? Конечно же. Все-таки правила дорожного движения созданы для того, чтобы все участники выполняли свои права и обязанности. И тогда это будет залогом успеха в том, что дорожно-транспортные происшествия не будут совершаться по причине нарушения правил дорожного движения. А если на работу опаздываете, нет соблазна немножко притопить педаль? Нет. Нарушать правила дорожного движения допускается только когда мы находимся на работе за служебным автомобилем и только в случае необходимости, когда необходимо остановить нарушителя правил дорожного движения. Тогда можно отступить от требований дорожных знаков либо дорожной разметки, но применяя специальные сигналы, маячки синего либо синего красного цвета. А такие случаи были? Конечно же были. Когда приходилось преследовать? И преследовать тоже, и задерживать преступников и нарушителей. Самая высокая скорость, которую приходилось развивать, помните? Нет, такого уже не припоминаю. Даже не припоминаете? Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как завершился минувший год с точки зрения дорожной безопасности, дорожной статистики для Гомельской области? Какие позитивные и негативные его тенденции можете отметить? Обстановка с аварийностью по итогам 2017 года на территории Гомельской области характеризовалась дальнейшим снижением числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, а также погибших и раненых на их людей. В целом хочется отметить, что общее число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 16, количество погибших на 3 человека и также количество раненых людей на 3 человека. Основными нарушениями правил дорожного движения, которые послужили дорожно-транспортным происшествием и в которых погибли люди явились непредоставление преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах, нарушение правил дорожного движения самими пешеходами, а также неправильный выбор скорости движения водителями транспортных средств. Это наиболее распространенные причины, по которым совершается ДТП в Гомельской области. Я думаю, что и сейчас ситуация такая же. А с участием несовершеннолетних сколько у нас произошло ДТП? К сожалению, в 2017 году произошел рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. На 2 ДТП по сравнению с 2016 годом их стало больше. Не обошлось и из погибших детей. Таких было 5. Это на 4 ребенка больше, чем в 2016 году. Эта ситуация очень сложная на территории Гомельской области с травматизмом детей. А с чем госавтоинспекция это связывает? Рост травматизма при общем снижении числа дорожных происшествий? Хотелось бы отметить, что причиной совершения данных дорожно-транспортных происшествий было нарушение правил дорожного движения самими детьми. Это 30% от общего числа дорожно-транспортных происшествий. Из 47 ДТП в 25 дорожно-транспортных происшествиях дети являлись пешеходами. Это основное нарушение правил дорожного движения, когда дети являются пешеходами. То есть проблема того, что дети себя неправильно ведут на дороге, она еще для нас актуальна. А что касается того, как безопасность детей обеспечивают родители? Я знаю, что постоянно этот вопрос госавтоинспекция проверяет, используются ли детские удерживающие устройства, страдают ли дети в машинах. В 2017 году таких дорожно-транспортных происшествий, где дети являлись пассажирами, было совершено на 6, меньше по сравнению с 2016 годом. То есть та работа, которую мы проводим каждодневная по контролю за перевозкой детей, по привлечению водителей, которые данные требования нарушают, она дает свои положительные результаты. То есть количество автоварий уменьшилось с участием детей и пассажиров. Но дети ведь не балуются на дороге, они просто неправильно ее пересекают? Да, иногда дети выходят на проезжую часть в неустановленных местах, иногда из-за стоящего транспортного средства, когда избежать наезда на ребенка нельзя практически. Были разные случаи, были и дорожно-транспортные происшествия с детьми, где погиб ребенок по вине водителя именно наезд на пешеходу на нерегулируемом пешеходном переходе. Ну это в любом случае большая трагедия, по чьей бы вине она не произошла, которую, конечно же, всегда лучше предупредить, лучше использовать максимально все меры безопасности. У нас есть первый на сегодня телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я Измененко Алина из города Гомеля. У меня есть вопрос к Артуру Кракану Артуровичу. Я хочу узнать, возможно ли как-то мне пожаловаться на такой инцидент? Я шла по тротуару, который находится очень близко к проезжей части. И водитель троллейбуса, собственно, обдал меня грязью. Он ехал с очень большой скоростью. И я думаю, ну считаю, что он мог подумать на тот момент, что там находятся лужи. У меня было очень важное мероприятие. И на тот момент я оказалась вся в грязи. И я считаю, что 60 км в час – это очень большая скорость для той ситуации. Я вам очень сочувствую. Но номер троллейбуса вы записали, да, предполагаю? Не совсем, но я запомнила, в какое время он должен был быть на остановке определенной. И я могу сказать, я думаю, это несложно будет выяснить. Спасибо. Сейчас попробую разобраться. Как действует, Руслан Артурович? Конечно, в такой ситуации необходимо оставаться на месте совершения такого вот инцидента. Иногда нельзя остаться. Да, но в любом случае попытаться запомнить номер транспортного средства, будь то троллейбус, автобус, либо любой другой автомобиль. И сообщить по телефону в дежурную часть ГАИ, либо по телефону 102, значит, данные свои установочные фамилии, имя отчества, где проживает, контактные телефоны. А также, что произошло, что водитель троллейбуса, либо другого транспортного средства облил водой. И после этого направят сотрудников, которые свяжутся с вами и будут в дальнейшем принимать уже меры реагирования к данному происшествию. В тот день, наверное, телезрительнице все-таки было важно оказаться в том месте, куда она спешила, в том мероприятии. Можно ли эту историю уже постфактум проверить? Кто был в это время по расписанию, какой водитель, приехать на предприятие? Безусловно, можно провести какие-то проверочные мероприятия и попробовать остановить данного водителя. Но единственный момент, что факт совершения вот этого вот инцидента, его не зафиксировано, и потом могут быть проблемы в привлечении к ответственности. То есть можно только беседу провести? Ну, это уже будут сотрудники заниматься. Если установят такого водителя, то будут, конечно, принимать меры по наказанию. Но, может быть, он признается. Возможно. Да, что так нехорошо себя вёл. Ну, на самом деле, ситуация распространённая, неприятная, и, мне кажется, что беседу провести стоит, как минимум. Стоит, ну и пешеходам, конечно, стоит тоже обращать на это внимание и не идти вблизи луж, а немножко отдалиться от проезжей части, чтобы таких инцидентов всё-таки не было. Да, себе тоже побеспокоиться самим. Начало этого года выдалось достаточно необычным с точки зрения погодных условий для Гомельской области. Бесснежно, тепло, зато с дождями, а потом температура резко упала, сейчас дорожное покрытие достаточно скользкое. Расскажите, пожалуйста, вот этот январь, первые его недели, какими стали с точки зрения ситуации на дорогах? С начала 2018 года на территории Гомельской области зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017 года, то таких происшествий стало на 6 больше, в которых 4 человека погибло, это на одного человека менее, чем за аналогичный период 2017 года, и 23 получили ранения, это на 2 человека меньше, чем в прошлый период. То есть, все-таки, несмотря на то, что погодные условия достаточно неординарные, дорожная обстановка стабильная? Стабильная, да. Но хотелось бы, конечно, еще обратиться ко всем водителям, пешеходам, участникам дорожного движения, чтобы с сегодняшнего дня у нас наблюдается ухудшение погодных условий, связанное с выпадением снега, чтобы водители все-таки правильно выбирали скорость дорожного движения при движении по улицам, либо автомобильным дорогам, правильно выбирали дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, не делали резких маневров, либо движений, а также были предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам, а также перекресткам. Ну, а пешеходам, конечно же, хотелось бы напомнить, что все-таки выход на проезжую часть необходимо производить тогда, когда убедились, что этот маневр безопасен, что все транспортные средства остановились и уступают вам дорогу. Потому что на заснеженном, либо обледеневшем покрытии остановить мгновенно транспортное средство – это очень сложно. Спасибо. Вот о том, как погодные условия, перепады температуры повлияли на состояние дорожного покрытия, у нас подготовлен сюжет, я предлагаю сейчас его посмотреть, а после мы продолжим наш диалог. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир. Ничего похожего на издаваемые в России карты убитых дорог в Гомельской области пока нет. Хотя наполнить такой сборник фотографиями и названиями издателям проблем бы не составило. Тем более, что в стране не остались бы и автовладельцы. Особенно те, кто уже попадал в аварии, причиной которых стало низкое качество дорожного покрытия. Ежедневно на территории города Гомеля, практически ежедневно, регистрируется хотя бы одно дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом в выбоину, либо в яму так называемую. То, что наши коммунальники не успевают устранить данные недостатки, ввиду того, что в настоящий момент перепады температур, низкие температуры переходят в положительные и отрицательные, из-за чего разрушается дорожное полотно. И очень настораживает состояние именно дорожного покрытия в дворовой территории в ряде районов Гомеля. Это Новобелецкий и Железнодорожный. Наиболее часто обращаются жильцы этих районов города Гомеля. Для того, чтобы понять обращающихся, достаточно самому проехать по дворовым территориям. Объяснение представителей коммунальных служб о каверзной белорусской зиме автовладельцы понимают. Однако при этом никак не могут понять, почему ремонт нельзя проводить в теплое время года. Или зачем засыпать ямы битым кирпичом и кусками снятого в других местах асфальта. Они придут, засыпят там, и вот такой вот булыжник какими-нибудь, и считают, что они все сделали. Конечно, машина разбивается, разбивается все. Едешь как по шпалам. Куда ни загляни, куда ни заедь, у них дороги везде такие. То есть, если где-то по центру, по центральным дорогам как-то проехать можно, а мне, как торговому представителю, ездить все время, целыми днями, это ужасно. Машина убивается просто буквально за месяц. Я, правда, работая, уже чувствую, чинить придется долго и упорно. У меня такой вопрос по дорогам. Вот я как автовладелец. Я плачу налоги на дороги. Итак, дороги у нас, скажем, прямо не очень, мягко так сказать. За что я плачу налоги? Почему я езжу по неисправным дорогам? Почему я гроблю свою подвеску? Кто мне тогда будет платить за ремонт подвески? Теоретически оплату ремонта должен проводить владелец дороги, то есть коммунальной организации. Однако, если повреждение является следствием каждодневных поездок по ямам, взыскать деньги будет проблематично. По этой же причине многие водители даже при явных повреждениях машины предпочитают не вызывать сотрудников ГАИ, а производят ремонт за свой счет. Хотя часто это совсем недешево. От всех неровностей ямок на дорогах сильно страдает, в основном, в первую очередь, подвеска и рулевое управление. А ремонт этих систем на современных машинах иногда стоимость рассчитывается не только в сотнях, а и в тысячах белорусских рублей. Так что последствия этих плохих дорог на кошельке автовладельцев сказываются очень негативно. И к тому же бывает, что ремонты, как даже в данный момент, затягиваются на дни, а то и на недели. Каждый случай ДТП, причиной которого стали ямки на дорогах, фиксируется, после чего в соответствующие коммунальные службы направляются предписания. В декабре прошлого года только в Гомеле их было выписано 12, а в январе этого – 4. Правда, как признаются сами сотрудники ГАИ, реакция на такие обращения положительной бывает не всегда. Реагируют, но не всегда должным образом. Если это магистральные улицы, улицы города Гомеля, то еще текущий ремонт производится. А если это дворовая территория, не всегда реакция есть, несмотря на то, что должностные лица привлекаются к административной ответственности. Вы смотрите диалог Руслан Колесников, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ у нас сегодня в гостях. Руслан Артурович, хотелось бы услышать, конечно, ваше мнение, как и мнение наших телезрителей, по поводу увиденного и вносит ли госавтоинспекция предложение по совершенствованию дорожной сети. Конечно же, мы эту работу проделаем каждый день. Что касаемо ремонта покрытия, если это текущий ремонт, ямочный ремонт, обследуется уличная дорожная сеть, магистральные улицы города. По результатам обследований, в случае выявления дефектов дорожного покрытия, в адрес баланс-содержатель выдается предписание на проведение ремонта в соответствующие сроки. Конечно, проблема с дворовыми территориями гораздо больше и серьезнее. Их ремонтируют гораздо реже, ссылаясь на недостаточное финансирование на данный вид работы. И то, что коммунальные предприятия, которые города Гржурупы, так называемые, они не могут за это отвечать в полном объеме. У них нет ни средств на проведение данного ремонта, ни соответствующей техники. Ну, конечно, мы понимаем прекрасно водителей, и свою реакцию мы также проявляем, выдавая предписания и составляя административные материалы в отношении виновных должностных лиц. Что касаемо улучшения дорожного покрытия, можно сказать, что в 2017 году работа была проделана вполне огромная. На многих улицах полностью было заменено асфальтобетонное покрытие на довольно-таки продолжительном участке. Отреконструировалась улица Волотовская. В целом, на территории области было построено кольцевое пересечение на автомобильной дороге Октябрьский паре Черечицы и автодорога Светлогорск-Сосновый Бор. Данное пересечение ранее являлось аварийно-опасным, на котором совершались не одно дорожно-транспортное происшествие. И все-таки на протяжении многих лет мы носили предложение владельцу дороги, и оно было реализовано. Также в 2017 году было построено по неоднократным ходатайствам госавтоинспекции 14 светофорных объектов Гомельской области. Гомельский област полком выделил целевые финансовые средства для областного УКСа, который являлся заказчиком, и было произведено строительство как в городе Гомеле, так и в крупных районных центрах области. Кроме этого, в составе проектов строительства объектов социально-культурного назначения, а также проектов строительства и реконструкции улиц было построено дополнительно еще 8 светофорных объектов. Не забывали мы, конечно же, и таких участников дорожного движения, как физически ослабленные пешеходы, было установлено 6 дополнительных звуковых сигналов для такой категории граждан. Кроме этого, дополнительно установлено 106 светильников, повышенной мощности на пешеходных переходах, и 96 искусственных неровностей для снижения скорости движения транспорта перед пешеходными переходами. Поняла. Каждый год, то есть, больше, меньше, но какие-то меры принимаются, и что-то становится возможным. Все зависит, конечно же, не только от инициативы госавтоинспекции, еще и от финансовых средств. Продолжим эту тему. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите погромче, пожалуйста. Скажите, у меня к Руслану такой вопрос есть. Пожалуйста. По улице Лугавая находится спортивная детская школа. Спортивная детская. Там сделали дорогу. Детки ходят в школу. Скажите, там висит знак, что уезд запрещен. Но машины, машины, там ездят как по советской. Скажите, вы можете какие-то меры принять, чтобы они, хотя... Был такой случай, что детки разбегались в разные стороны, вот машина ехала. Понимаете? Ну, знак стоит, но все равно ездят. Скажите, примите. Может, там шлобамы какие-то поставьте. Поняли вас. Спасибо большое. Очень важный вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, конечно, мы возьмем на контроль данный вопрос. Направим на ряд ДПС, который проверит соблюдение водителями правил и требований установленных дорожных знаков. Но, в целом, хотелось бы сказать, насколько я помню, по улице Луговой у нас имеются тротуары вдоль самой улицы. И скорость движения транспорта там ограничена до 40 км в час. Ну, и, конечно, мы отправим на ряд, чтобы они проверили соблюдение водителями требований установленных дорожных знаков. Есть несколько сообщений, которые пришли к нам в Вайбер. Итак, недавно была в Брянской области, бросился в глаза контраст между качеством дорожной разметки там и в Гомеле. У нас на многих центральных улицах-перекрестках, поворотах дорог она не видна, что порой затрудняет проезд или совершение маневра. В чем причина? Плохая краска. Можно ли изменить ситуацию к лучшему, чтобы наносимой весной разметки хватало до следующей весны? Марина прислала сообщение. Марина, спасибо. Сейчас попробуем узнать, в чем же причина? На улицах города Гомеля дорожная разметка наносится специальной краской. Значит, срок годности данной краски составляет порядка 6-9 месяцев. То есть обычно наносится дорожная разметка в весенний-летний период, чтобы она до следующей весны могла сохраниться. Насколько я знаю, на автомобильных дорогах России дорожная разметка наносится холодным термопластиком. Его срок годности гораздо выше, до 2-3 лет. И единственное, что он дороже. Поэтому его видно зимой. Но он и дороже. Разметку у нас наносят коммунальные предприятия, поэтому те средства, которые они выделяют на данные виды работ, хватает, к сожалению, только на специальную краску. На термопластик, конечно же, пока этих средств недостаточно. Я думаю, что ни один курсант автошкол завалил экзамен зимой по причине того, что уже разметка, которую нанесли предыдущей весной, не видна. Ну и дай бог, если бы ДТП не происходит по этой причине. На магистральных улицах дорожная разметка видна. Обновляется? Конечно. Она обновляется ежегодно. И зимой она видна и понятна всем участникам дорожного движения. Переходим к следующему вопросу. Почему ГАИ не ставят переносные светофоры на площади Ленина возле елки? Виталий, спасибо за сообщение. Руслан Артарович, есть ли такая необходимость там? Дело в том, что имеются определенные проблемы при установке переносных светофоров, так как непосредственно за пешеходным переходом располагается остановка общественного транспорта. А так как эти светофорные объекты, они парные, и дополнительных дублеров там на них не предусмотрено. Поэтому при остановке расположения светофора у правого края проезжей части, а высота его составляет всего лишь 2 метра, стоящее транспортное средство, например, маршрутное такси, либо автобус, он будет полностью загораживать данный светофорный объект, и водителям, которые движутся в левой полосе, не будут видны сигналы данного светофора, они могут проехать, можно сказать, на запрещающий сигнал, но они его видеть не будут, в результате чего может совершиться дорожно-транспортное происшествие. Есть еще один вопрос. Готовы? Да, конечно. Скажите, насколько кольца по улице Кирова помогли разгрузить автомобильный трафик? На взгляд многих жителей города эта мера не оправдала себя, особенно если на кольце ДТП, то движение усложняется еще больше. Знаю, некоторых автолюбителей пугают кольца, и советская в час пик перегружена. Ну тут, собственно, несколько подвопросов, да? Помогли ли кольца разгрузить автомобильный трафик? Вы уже говорили о том, что ситуация с аварийностью значительно улучшилась на этом участке, да? А вот что касается загрузности? Мое мнение, что все-таки кольца помогли и разгрузить улицу, и в первую очередь снизить количество совершенных дорожно-транспортных происшествий. Во-первых, кольцевое пересечение, оно снижает скорость движения транспортного потока, во-вторых, улучшает качество левого поворота, то есть нет необходимости пропускать встречный транспорт, так как водитель, находящийся на кольце, он имеет преимущество перед встречным транспортом, так как у нас кольцевое пересечение главное. Пропускная способность улицы во много раз стала выше. Кроме этого, от этих перекрестков, где расположены кольцевые пересечения, пешеходные переходы были перемещены на расстояние от 50 до 100 метров, что позволило пешеходные потоки перенаправить на более безопасные пешеходные переходы, и перекресток этот получился у нас незагруженным пешеходным потоком. А если некоторых автолюбителей действительно пугают кольца, и они двигаются по советской, согласны вы с этим или нет? Это проблема автолюбителей? Ну, не каждого водителя, да. Это проблема автолюбителей. Например, для меня никакого труда это не составляет. Самое главное при подъезде к кольцевому пересечению это уступить дорогу транспорту, который въехал на кольцо с какого-либо другого направления. И при свободном кольце проехать в нужном направлении. Там перед каждым кольцевым пересечением установлены соответствующие дорожные знаки, указывающие разрешенные направления с каждой из полос. Поэтому трудностей в этом никаких нет. И я не вижу. Спасибо большое. Сейчас поступают звонки на Вайбер, но по технической причине звонок с Вайбера мы принять пока не можем. Поэтому, пожалуйста, напишите сообщение, либо звоните нам на стационарный телефон. 340 043. Сейчас предлагаю ненадолго прерваться. Давайте узнаем результаты опроса, которые мы провели на этой неделе. Наши корреспонденты задавали вопрос о фликерах. Нужно ли их носить? Вот мнение гомельчан сейчас. В нашей рубрике «Есть мнение». Польза, думаю, есть. Использовать нужно. Ну, вопрос, что все про это забывают. Я, допустим, тоже не ношу. В темное время и утром, и вечером. И чтобы обознать себя, люди должны носить фликер. В целях безопасности. А вы носите? Я нет. Я потеряла, и все забываю купить. Тем, кому это нужно, кто бывает в опасных зонах вечером, то нужно. Ну, а так, если кому нравится, значит, если просто так, то тоже нужно. Но фликеры-то носить нужно, потому что в темное время все так мог сбыть, но мы их не носим. Ну, потому что ходим мы в светлое время. Детям нужно. Детям обязательно, я считаю. А вам? Мне уже можно не носить. Мое мнение, что фликеры нужно носить, это спасает жизнь каждого человека. Это необходимый атрибут каждого из нас и как бы обязанность гражданская. А вы носите? Стараюсь. Фликер также нужен для твоей безопасности. И вот в школу приходят, оповещают о фликерах. И вот бывают травмы у некоторых людей, которые ходят ночью без фликеров. Их сбивают машины намертво. Могут и просто сбить, но и они могут остаться живы. Так что лучше носить фликер. Фликеры носить нужно обязательно, так как это есть элемент защиты от дорожно-транспортных происшествий. Если в темное время суток по неосвещенной трассе, ну, близ города, там в деревне человек живет, он будет без фликера идти. Ну, водитель его может не заметить и сбить. Это дополнительное уголовное дело получается. Лишняя работа нашим сотрудникам милиции. А работы у них и так хватает. Ну, и плюс человека по-любому дома ждет семья, мать, жена, ребенок. Поэтому я считаю, что фликеры нужно носить обязательно. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о ситуации на дорогах области. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. 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 Алло. Алло. Мы вас слушаем. Пожалуйста, не прерывайтесь, задавайте ваш вопрос. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Такой вот вопрос. Алло. Добрый вечер. Такой вопрос к работнику ГАИ. Вы знаете, улица 50 лет БССР. Поворот советской для того, чтобы проехать на улицу Юбилейную. Улица очень узкая. Находятся две школы. Постоянно загружены машинами. Постоянно улица очень узкая. Еще раз сделаю ударение. Несмотря на то, что лежит там, значит, полицейский, дорожный полицейский, вы знаете, для того, чтобы перейти эту улицу, нужно голову высунуть из-за машин. Потому что там невозможно перейти. Я вас очень попрошу, обратите внимание на это. Поняли вас. Спасибо большое за звонок. Руслан Артуревич, зафиксировали, да? Да, зафиксировал. Ну, конечно, имеется проблема. Там все-таки две школы, и родители подвозят своих детей к этим учебным заведениям. Я думаю, что все-таки это лучше, когда они их высаживают на улице, чем подвозят к самому учебному заведению, заезжая на территорию школы, блокируя выезды со школы, въезды для обслуживающего транспорта. Поэтому все-таки необходимо проявлять особое внимание, когда переходит эту проезжую часть. А что делать на улице Юбилейной, для того, чтобы сделать ее более безопасной? Узкая и темная. Такие прозвучали эпитеты в ее отношении. Так, может быть, нужно ее освещать, расширять? Улицу 50 лет БССР, да? Улицу Юбилейную. Юбилейная у нас достаточно широкая улица, она имеет по две полосы в каждом... 50 лет БССР? 50 лет БССР, она узкая, то есть по одной полосе для движения. Я думаю, что если ее еще больше уширить, то трафик там увеличится, это будет еще хуже для водителей. Мы рассмотрим вопросы... Освещенность проверьте. В том, чтобы, да, внести предложение по освещенности на пешеходных переходах, а также по устройству дополнительных парковочных мест для водителей, которые подвозят своих детей к школам. Спасибо. Достаточно много новых сообщений к нам пришло в Вайбер. Давайте сейчас обратим на них внимание. На пересечении Ярославской и Хмельницкого огромная яма после проведения работ, и никто ее не заделывает. Иван прислал сообщение. Спасибо за сигнал. Спасибо большое, да. Проверьте, пожалуйста, что же там за проблема. На конечной остановке автобуса 5А на улице Хатаевича с обеих сторон знак «Кирпич». Однако там постоянно стоят на стоянке автомобили. Это что, ловушка для автолюбителей или отсутствие контроля? Конечная остановка автобуса 5А на улице Хатаевича. Понятно, возле мостов? Да, понятно, да. Что же там на стоянке стоят автомобили? Автомобили, да, действительно стоят. Сотрудники ГАИ проводят работу по привлечению водителей транспортных средств к административной ответственности, так как там находится разворотное кольцо, и автобус должен свободно заезжать на него, высаживать пассажиров и продолжать движение по заданному маршруту. Следует отметить, что буквально в 100 метрах от данного разворотного кольца имеется гипермаркет «Евроопт». Там очень огромная парковочная зона, поэтому для водителей никакого труда я не вижу, чтобы поставить свой автомобиль на большую парковку. Ну, просто некоторые водители, я так понимаю, живут прямо под домом, хотят поставить свой автомобиль, чтобы видеть его из окна. Ну, да. И затрудняют движение тем самым общественному транспорту. Хорошо, еще есть сообщения, в том числе и новые. Мы к ним обратимся после того, как ответим на вопрос нашего телезрителя, который дозвонился к нам в студию. Здравствуйте. Прошу вас, коротко и по сути, потому что хотелось бы успеть, сами понимаете, ответить всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я убедительно прошу обратить внимание на улицу Степана Ридного, которая идет от улицы Крупской к Прутковскому рынку. На протяжении многих лет там уже отсутствуют тротуары. Особенно в зимний период все пешеходы идут прямо по проезжей части. Газоны достаточно велики, но они не обустроены. Прошу, убедительно прошу от населения этой улицы и соседних улиц выполнить там тротуарные пешеходные дорожки. Очень большой поток людей идет на рынок. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Да, хотелось бы, конечно, ответить, что если бы это было все в силах ГАИ, мы бы, безусловно, конечно, уже построили там тротуар. К сожалению, не все так просто и легко. Госавтоинспекция ежегодно вносит предложения по улучшению уличной дорожной сети, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Вместные органы исполнительной власти, к сожалению, они реализуются не в полном объеме ввиду недостаточности финансовых средств. Да, все в конечном итоге. Вопрос мы тоже направляли неоднократно и не только по этой улице, по многим улицам частного сектора, где необходимо строительство тротуаров. Наши предложения были направлены, однако на сегодняшний момент они практически не реализовываются. И сообщение от Ирины. Добрый вечер. Можно ли на дворовой территории по улице Головасского в районе дома 113 установить знак «Движение запрещено», поскольку во дворе размещается детский сад и жильцам проблематично въезжать и выезжать со двора, поскольку слишком много машин во дворе, привозящих детей в сад, которые в том числе ездят по зеленой зоне. Движение запрещено, так чтобы не было заезда во двор. Да, я пометил этот вопрос. Надо изучить все-таки, что там за ситуация. Конечно, если дворовая территория сквозного типа, то безусловно необходимо устанавливать такие дорожные знаки. А в целом, чтобы исключить въезд стороннего транспорта, это не все так легко и просто. Необходимо много оформить документов и все-таки самым эффективным средством является установка автоматического шлагбаума, которая снимет все проблемы и вопросы, что ни одно транспортное средство не въедет в данную дворовую территорию. Однако это возможно только в случае, если дворовая территория является в собственности товарищества собственников данного. И тогда можно обратиться в райисполком, в администрацию района, для того, чтобы получить соответствующее разрешение на установку шлагбаума. Если таких документов нет, то, конечно же, это все очень проблематично. Когда ГАИ начнет обращать внимание на велосипедистов в зимний период и будут ли какие-то изменения с дорожным налогом, включат ли его в стоимость бензина? Два вопроса, по сути, в одном сообщении. Обращать внимание на велосипедистов в зимний период, а не запрещено ли движение в зимний период? В период выпадения снега, а также гололедица, конечно же, движение на велосипедах запрещено. Я думаю, что ГАИ обращают внимание. Безусловно. Ну, а на тех участках дорог, когда вот у нас были погодные условия довольно-таки приемлемые, хорошие, благоприятные, то двигаться велосипедистам было не запрещено. Ну, конечно, обращаем внимание на то, чтобы они двигались не по проезжей части, а по тротуару, пешеходной дорожке. Ну, и на отдельных участках, где имеются у нас велосипедные дорожки. Что касается транспортного налога, то имеется соответствующее постановление, которое опубликовано на портале. Поэтому с ним можно ознакомиться более подробно, где там сказано, какие изменения по транспортному налогу у нас. Спасибо. Есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Прошу вас, пожалуйста, коротко. По сути, пять минут у нас еще есть сообщение, и мы еще очень важную тему не успели обсудить. Слушаю вас. Ай, ну не так же быстро нужно было реагировать. Мы бы вас выслушали. Позвоните, пожалуйста, еще раз. Тогда о фликерах. Мы посмотрели обсуждение этой темы. Носить или не носить? Вот в чем вопрос. И кому носить? Детям ли? Сельчанам ли? Позиция госфотоинспекции какая? Конечно же носить. Носить всем в темное время суток в обязательном порядке, независимо от того, где движетесь. Потому что фликер, он помогает увидеть пешехода, особенно который носит темную одежду, в темное время суток. Все-таки фликер, особенно белого и лимонного цвета, он имеет степень отражаемости наиболее высокую. И при свете фар он отражается, и пешеход будет вовремя замечен водителем. Спасибо большое. Сейчас в таком режиме блиц-запроса, чтобы уделить внимание всем. Обязан ли водитель проходить в служебную машину для составления протокола? Интересуется Сергей Георгиевич. Сотрудник ГАИ при ведении административного процесса имеет право выбрать место для ведения административного процесса. Это патрульный автомобиль ГАИ. Если водитель не хочет, он может ожидать на улице после составления административного протокола сотрудникам ГАИ в автомобиле. Ему будет предоставлен материал для ознакомления. Но, конечно же, все-таки пройти в автомобиль, если сотрудник ГАИ предлагает, следует водителю, чтобы ознакомиться полностью с административным материалом. Следующее сообщение такого оценочного плана. Почему ГАИ Гомеля работает по принципу выполнения штрафных планов, а не по обеспечению фактической безопасности движения? Такое есть мнение? У каждого свое мнение. Все-таки мы работаем не для того, чтобы выполнить какой-то план, а чтобы повысить безопасность дорожного движения, чтобы предотвратить ДТП с участием того-либо иного участника дорожного движения, будь то водитель, либо пешеход. Улицы Владимирово и Сосново вечно в пробках. Когда планируется расширять эти улицы? Этот вопрос мы вносили еще два года назад. Видя эту проблему, попытались немножко изменить ситуацию в 2017 году, поменяв дорожную разметку, сделав на отдельных участках по две полосы в одном направлении и одну полосу в обратном направлении. Я хочу сказать, что это поимело свой эффект, результат. Возможно ли как-нибудь исправить положение с пешеходными переходами в районе центрального рынка? Пешеходные переходы не регулируются, поток людей, которые переходят дорогу, практически не прекращается. В итоге проезд по правилам иногда практически невозможен без нарушения. Да, на самом деле это такая территория повышенного риска. Есть ли какие-то планы по изменению ее структуры? Причем буквально недавно, сегодня даже этот вопрос обсуждал с Гомельским горосполкомом и планируем нести предложение для того, чтобы либо за счет средств горосполкома, либо за счет средств владельца рынка все-таки предусмотреть установку светофорных объектов на двух перекрестках. Ну что ж, к сожалению, время наше подошло к концу. Руслан Артурович, спасибо большое за обстоятельные ответы. Уважаемые телезрители, все, кто не услышал ответ на свой вопрос, я думаю, что другим образом сотрудники найдут возможность на них ответить. Мы их обязательно передадим в госавтоинспекцию. Спасибо вам большое за то, что так активно сегодня к нам подключились. Не забывайте, пожалуйста, о своей безопасности. Носите фликеры, соблюдайте правила. Спасибо за приглашение, всего доброго. Руслан Колесников, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского горосполкома, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, берегите себя. Руслан Колесников, начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД 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 ГАИ Руслан Колесников